Привет всем, я Вика, привет из Мюнхена, едем в Гармич, Портенкиршен, мы на вокзале Халбанхов, Миних, он едет с 28-й платформы, и вот если прямо пойти, вот там этот главный вход, там все эти, короче, там главный вход, надо просто сюда, там на стенах указатели есть, номера, типа 5-26 или 36, или сколько там, и вы смотрите, куда, в какую сторону ваша платформа, ну это сюда, вот там вот вход, там самый главный, ну дверь, вот, и главный типа вход, прошлись вот просто так и сюда, билет стоил 50 с копейками на двоих, это только второй класс, полтора часа, час 23 минуты что ли ехать, Он едет каждый час, рано утром едет, около пяти утра, ну, каждый час, мы могли сесть на другой, поезд как раз 6 минут оставалось, билет купить, но не хотели, хотели кофе купить, вот, Вот такой поезд будет небольшой, меньше, этот очень большой, там, по-моему, синий был, или, посмотрим, посмотрим, там написано будет, еще минут 30, да, Вот оттуда остановка внизу, оттуда мы пришли, вот этот наш отель, красивый такой, вот, он простенький, идем гулять, только что приехали, значит, две остановки, Вот, на автобусе пятом с вокзала, там пару евро было, билеты, билет на поезд, и он негодный здесь на автобус, в Оснабрюке можно на автобусе ехать, по-моему, час или как-то так, и в Берлине, по крайней мере, гугл так говорит, вот здесь нет, надо покупать билет, вот, В автобусе была пара молодая, ну, как, 30 с чем-то, и ребенок в коляске, мальчик, года три, наверное, как он орал, это, знаете, это тот типаж, который падает на землю в магазине и всех копает, вот, и орет, вот это, вот такой крик был, такой же жест такая была, капец, а он сидит и улыбается, папаша этот, и мамаша, сидит и ноль на массу, Весь автобус страдает, вот водительница, она подошла, вышла, подошла к этому ребенку, его успокаивают, что родителям пофиг, а он еще орет, короче, поехали, какая-то бабка сидела около меня, она что-то им сказала, может, сказала, что сделайте что-то, я не знаю, по-немецки, он как на нее вызверился, начал на нее орать, Бабка стушевалась, замолчала, и этот папашка потом поорал, поорал, пошел к этому ребенку, он сидел на другом кресле, ну, позади коляски, и что-то там присел, и этот ребенок замолчал, ну, более-менее замолчал, вот, так ты же мог и раньше Это сделать, нет, это надо было всем слушать целую остановку с половиной, это еще до этого они ехали, это нам повезло, что мы только две остановки, надо было нам ехать, вот, и, ну, массу, что за люди, кому интересно, это не плач был, это такой, знаете, такая истерика, но он так орал, Это, это, я не знаю, у него, наверное, горло он себе там сорвал все связки, он так орал, такая истерический ор, видно, что это не плачет, ничего, только орет страшно, и мы так выбегли с того автобуса, боже мой, ой, какие еще балкиные, такие хорошие, Так красиво здесь, каждый домик разрисован, как в музыкальной шкатулке, так люблю гармеш, конечно, все течет, все меняется, здесь хэллоуин, они украшают на хэллоуин, ха, все течет, все меняется, я была здесь 15-16 лет назад, в 2007, по-моему, с буйфрандом, он мне показал это место, мы были в клевом отеле, его родители здесь, то ли что-то там отмечали, короче, какую-то годовщину, что-то, да, мы потом, нам ножнички надо купить еще, и это классный такой отель был, такие воспоминания хорошие, Ну вот не было сейчас отелей нормальных, ну вот такие, были только очень дорогие, или очень какие-то никакие, хостелы, не хостелы, а какие-то там гестхаусы какие-то, не, в таком месте я хочу, в более-менее нормальном Италии, по цене нормально, 100 с чем-то за ночь, плюс экспедиа берет, и плюс еще, короче, 400 баксов за три ночи, я считаю, что для такого места туристического лысого, очень люблю вот этот белый, он пахнет медом, ой, как пахнет медом, пахнет, Как красиво, боже, как красиво, обожаю гармош, просто обожаю Бавария и Тироль, вот здесь эти чашечки, я уже одну купила, я буду просто, наверное, с каждой поездкой по чашечке привозить, хороший, у меня дома этих чашек, просто все упаковано в коробки, так, а что здесь, ага, выпечка, она уже усохла, наверное, надо искать на завтрак места, смотрите, как они разрисованы, эти тоже красиво, мелочи красиво, как смотрите, в булочной это, как классно, такие мелочи, как в Диснейленде, attention to details, внимание к мелочам, красивый тут, отеля тут, наверное, дорогой, ну да, 4 звезды дороже будет, город довольно большой, но не очень, ну в смысле, он больше Ротенбурга, вот, сто процентов, но здесь, смотрите, каждый дом, как это, как, ой, какой, сипак, как это, как, как конфетка. Мы здесь будем 2 дня, 3 ночи, целых 2 дня, сегодня, если бы мы правильно приехали, мы бы еще полдня выгадали, ну да ладно. Церковь. Королевская какая-то это, нет, это не королевская, это я наврала, патронная Бавария, ага, это Мария. Мы походим, побродим, я постараюсь побольше поснимать, ну и будет время, буду выкладывать, потому что у меня еще индийские видео, еще не выложены все. Какой-то магазин шоколада, мама, мне сюда нельзя, держите меня семеро. Не, я очень шоколад, я отбила мне, я сейчас купила шоколаду, не знаю, буду, не буду кушать, не знаю, посмотрим. Прям, так классно, боже, как классно, и народу нету, гляньте, как, вот я люблю, когда мало народу и много кислорода, и все видно, все, что надо, видно. Хочу завтра побегать, пофотографировать, уже работать приехала, вот, и фоткаю архитектуру, сейчас архитектурой занялась, не сейчас, а уже немножко, ну там еще один отель. Видите, здесь мой отель, какой балкон, я помню, здесь такие клевые рестораны были, в баварском стиле, классно так, масонский что-то, это, вон, знак, на балконе. Ну, они где-то отсюда тоже здесь были, и мишка, это у них, их, это, животное, что ли, как классно, как классно, так все нарисовано, оно, дождь идет, оно не смывается, все так клево. Специально перейду, показатель, ой, как классно, там еще флаг держит мальчик, статуя. Вон там, оттуда мы пришли, не знаю, стоит ли автобус брать, так классно погулять и походить. Я была зимой, когда снег был, холодно было, мы приехали на это, Цукспице, самую высокую гору Германии, вот, там лыжники. Мы просто приехали посмотреть, вот, они там на лыжах, хороший курорт здесь лыжный, горнолыжный. Вот, здесь когда-то была Олимпиада в 30, зимняя Олимпиада в 39, что ли, год, какой-то 30 какой-то, посмотрите себе. И у них остались эти все, всех времен, ну, может, когда-то будет еще здесь. Такие красивые эти домики, прям сказка, говорю, музыкальная шкатулка. Здесь такие городки, много таких, но у Гармиш очень популярный. Смотрите, как классно. Йорчик, ой, бубусечки, ой, как виски маленький. О, виски так не хватает. Здесь сцены хорошие, вот, мы проходили там двойную эспрессу, утром 50, у меня обычный кофе, 3-4. Бузик, какие хорошенькие. Йорчик. О, как классно. Как классно гармеш. У меня два любимчика в Германии. Ротенбург и гармеш. Вот. Здесь есть отель. Где-то на конце города. Отель, в котором один этаж, по-моему, самый последний этаж, ну, неважно какой. Король Таиланда снял для себя из своего гарема. Говорят, у него гарем мальчиков. Все коротко стриженные, одеты, как девочки. Но, говорят, это мальчики. Не знаю, за что купила, за то и продаю. И там он жил пару лет с ними. Потом однажды здесь народ протестовал. Я не понимаю, почему он снял весь этаж до хрена бабок. Платят за него. Зачем протестовать? Это же такой бизнес. Мог бы вообще его купить. Отдали себе жить. Что ты ему сделаешь? Вот. Но у него какая-то проблема была. Потому что у него какие-то долги, миллионные, в Германии налоги. Какая-то недвижимость и налоги не платил или что-то такое. Короче, там дофига. Я не помню. Не буду играть. Вот. Себак много. Вот такие отели такого типа. Они есть. Их были. Но мне не нравится, что очень много народу. Такой муравейник. Я не люблю такие отели. Я люблю маленькие. Интересные. С шармом. Пусть он попроще будет. Но вот такие. Хотя, с другой стороны, в Большом Италии, ты более-менее знаешь, чего ожидать. Вот они все стандартные. Более-менее. Ну, например, Хилтон. Сколько Хилтона мы не были. Правильно. В разных городах были. В Хилтонах. Все клевые. Все хорошая постель. Хороший матрас. Хорошие подушки. Подушек много. По две на кровать. Плюс еще там в шкафу. И все чисто. Все вылизано. Вот. И знаешь, знаешь, какой матрас будет. У меня ничего не болело, когда утром просыпался здесь. В других отелях все болело. Вчера был этот Леонардо. Клевый отель. Клевый. Но подушка – это жесть. Она как будто воздухом наполнена. Этот воздух туда-сюда перекатывается и не выходит. И непонятно. Высок. Высок очень получается. Короче, все болело после него. Здесь даже квартирный дом есть. Вот. Пожалуйста. Магазин продуктовый. Кому надо. А мы пройдемся немножко. Город довольно большой. Я не знаю, как слышно будет, потому что ветер. Довольно сильный ветер. Смотрите, какой дом. Как красивая. Горочная работа. Ты вырезанная. Мы вон оттуда пришли. Пришлись немножко. Я рада. Мы зонтик, воду, все ставили. Налегке. Пошли налегке. Надо деньги. Все. Все остальное можно купить. Такие горы большие здесь. Смотрите, какие горы. И не видно половины. Мы решили, это три недели поездка. Она нас вырубила. Очень устаем. Потому что в основном половина времени в поезде. Хорошо мы сумки, большие чемоданы скинули в сторидж. Там около 100 долларов нам уже не обошлись. Ну пусть так, чтобы не таскать. Но зато мне вообще что, переодеться по большому счету. Все надо стирать вечером. Утром оно, конечно, высыхает. Но все равно набрали всего. Но это все тяжелое. Короче, хорошо, что оставили в сторидже, но минусы есть. Мы решили так надолго не ездить. Лучше два-три раза по неделе, чем один раз в три недели. Потому что по деньгам нам тоже невыгодно так. Нам уже на билеты, на поезд уже столько денег пошло, что мы могли два билета на самолет купить в Европу за эти деньги. Представьте себе. Мы могли просто полететь в одну часть, а потом в другую часть. И время не терять. Страста вот так. Будем искать уже после переезда. Боже, какой уже по счету переезд? Десятый, наверное, или одиннадцатый? Реве это магазин продуктовый. Вот. Я хочу в Дека там шоколад со сливой и марципаном. Такой вкусный был. Только там видели. Искали в других не было. Может, это их марка. Хочу домой купить. две-три коробочки. И он еще и дешевый. Ой, какой ветер, мама. Я не знаю, как будет звук. Может, придется войсовар делать. Не люблю войсовар. Нету этой, знаете, живости, что вижу, то пою. Но мы уже подходим в город. Просто хочу это показать, как идти, что, куда, кому интересно. кому не интересно, прокручивайте себе. Вот. Буду снимать цены в ресторанах, где будем, туда-сюда. Вот. Дочка еще снимает, я у нее часть возьму. Она у меня часть возьмет. Вот. Здесь несколько автобусов ходят, но вот мы решили пройтись. Конечно, лучше плохо проехаться, чем хорошо пройтись, но мы уже целый день в этом поезде, два поезда было уже сегодня. Уже надоело сидеть. Хотя погода та еще, было бы хорошо, если бы чуть теплее. Вроде завтра будет на пару градусов, на 2-3 градуса теплее. Вот. чтобы ветра не было. Так окей. В Мюнхене я сегодня без куртки ходила. Вот. Сняла куртку в одном катоновом свитерке. Было классно. Здесь вон автобус видит. здесь как-то очень ветрено, хотя горы. Не должно бы. Вот мы оттуда пришли, и здесь автобусная остановка, и мы решили одну остановку просто проехать, потому что такой ветер капец, он холодный, и сдувает с ног. Нам туда надо, туда, туда, вперед. Можно, конечно, и пройтись, можем проехаться. Нам билеты бесплатные, вот, мы заплатили налог. В городу 18 евро можно кататься, можно вообще вокруг объехать на автобусе. Единица и двойка. Значит, эта двойка останавливается около вокзала. Вот, если вам надо сюда, то вам вот на двойку можно. Там двойка и пятерка останавливаются. Это тратхаус, городская, это мэрия. Это одна остановка после вокзала. Вот, двойка, одна остановка. И потом, смотря, куда вам надо ехать, очень легко. В гугле можно забить, он покажет, на чем ехать. Убер тоже есть, Убер нам беду, отеля, эти две остановки, на автобусе или 20 минут пешком. Можно было и пройтись, но ветер. У меня было бы ветра, я бы прогулялась, чтобы по самой красоте ехали. Вот, и от 13 до 18 зависит от машины. Недорого, но там ехать одна миля. Вот, одна миля. На автобусе у нас себе сэкономили, сейчас кофе бесплатно будет тогда. Нет, такие мелочи не очень считаю, но там сэкономил, там я вообще не экономлю в этой поездке, мы столько денег потратили, хоть один раз нормально отдохнем и не считаем это по мелочи и потом отработаем. вот. Ну, мы очень сильно и не тратили. Ничего такого особо не покупали много. Ну, так, не знаю, где-то по 200-300 в день на такое, на еду, на тусу уходит. На билет очень много пошло на поезд, очень много. Не знаю, там полторы штуки уже ушло на билет, если не больше. Еще плюс 500 с чем-то долларов на билет из Стамбула, что мы не попали на свой рейс. Поэтому такие расходы, ну, что поделать, могло быть и хуже. Мы сейчас гармиша, давайте смотреть гармиш. Вот такие билеты нам дали, там по серединке имя. Это стоит, в отеле платили на человека по 3 евро в день, налог туристический, но зато дают вот такое. И автобус бесплатно по городу, сколько хочешь еть. Вот только на автобусе мы, наверное, потратили бы больше или уберы. И это, и всякие там, может, ну, короче, всякие скидки дают. Туда-сюда, в музей, может, на подъемник или куда. Ну, такое. Мне не жалко, все равно, знаю, что есть туристический налог, от него никак не увертеться, разве что у вас бизнес-трип, бизнес-поездка. Потому что в Берлине мы в отеле, она нас спросила, вы приехали как туристы или по бизнесу? Я говорю, какая разница? Она говорит, по бизнесу не берут налог туристический, что ты не турист. Я говорю, пишите бизнес. Она говорит, какую фирму? Ну, я ей дала свою, ну, у меня не фирма, у меня, я сама фирма, вот, частный предприниматель, я ей назвала, вот, я не думаю, что они там сильно проверяют. Конечно, врать не надо, но если, может, кому-то, вот нету и лишних денег, вот нету. Вот, и вот так бывает. Я не врала, я бизнесом занимаюсь, поэтому, у меня свой бизнес, поэтому, несколько, причем, вот, поездка, в принципе, бизнес, потому что я бы на работу поехала, я фотографирую, вот, видео снимаю, пожалуйста, зарабатывай, 10 долларов в месяц на этих видео, ну, и дар дам. Нету времени, можно было бы заняться видео, что-то можно и заработать, нету времени, потому что мне, мне, просто очень много времени занимают эти видео. Одно видео, пару часов делать, проверять, клеить, потом проверять, потом, то все, короче. не снимала, потому что дождь начался, мы в магазин зашли, вот так, искала шоколад, который мне нравится, не было. Вот сейчас, вот дождь, пока дождь, пойдем покушаем, сюда. Окунь, не океанический окунь, просто окунь. Я попросила не с салатом, с картофельным, вот таким вот, а шпацли, с сыром, с этими, с луком, и у нее шницы. Сам, две, два шницы мы ждали. И пиво, посмотрим, как будет. В ресторане заплатила, надо было 42 шента, я 50 минут заплатила, он так обрадовался. они там немножко меняли, я просила, мне шпацли, у меня есть такое, салатика, с картошки. Вот, и, ну, недорого, потому что и два пива, у нас два пива уже 20 долларов будет, считайте. Короче, дождь, начался такой сильный, дождь был, мы вышли из ресторана, мы перебежками, сейчас едем в отель, мне надо там пару мейлов, ответить и поискать, куда завтра идти, надо резервейшн сделать, в рестораны, все забукано, надеюсь, завтра не будет дождя, в эту Эдеку мы ходили, и там Альди внизу была, мы зашли, и в Диэм зашли, закупили, затарились, слушайте, так все дешево, обалдеть, я такой классный шампунь купила, 5 долларов, правда он небольшой, но он такой клевый, я голову уже и мыла, и сейчас купила такой же, такой другого цвета, вот и домой возьму, и буду в Германии, буду затариваться здесь, такая экономия, здесь все дешевле, здесь выгодно закупаться, ну хоть, что-то сэкономить, я буду вам ужин бесплатно, ну например, завтра продолжим, если не будет дождя, если будет, то будем, из ресторана будет только, посмотрим, мы еще здесь два дня, обещали ночью дождь, ну вот видите, днем пошел дождь, и, ой, и ветер сильный, и сильный дождь был, ладенько, на этом все, смотрите продолжение завтра, всем привет, из Гармиш, Портон Кирхена, Киршена, Кирхена, Германии, всех люблю, целую, тяу, тяу, Тяуя, Кирхена,